12 декабря в арбитражном суде Новосибирской области продолжилось рассмотрение дела по иску администрации Берска к предпринимателю Александру Илющенко. Город продолжает отставить свое право на набережную на берегу Берского залива. В судебном заседании были юристы администрации города, представители ответчика и нынешний генеральный директор пансионата «Лесная сказка» Ксения Асташова. В предыдущем судебном заседании был представлен договор между ИП Илющенко и пансионатом об аренде объектов на спорной территории. Но, как оказалось в суде, Ксения Асташова не предоставила письменных пояснений, а была готова только к устному ответу. Такой формат, по мнению суда, в данном случае неприемлем, и он обязал представителя «Лесной сказки» к следующему судебному заседанию подготовить письменный ответ. Юрист Александра Илющенко и Лена Маркина предоставила новый документ, касающийся договорных отношений между ИП Илющенко и «Лесной сказкой». Дополнение к договору, появившееся в сегодняшнем заседании, сокращает срок аренды и размер арендной платы. Также была представлена выписка по счету, по которому трудно сделать однозначный вывод, что перечислялись средства именно в рамках заключенного договора аренды территорий так называемой набережной. По документам, представленным в суд указано, что за весь срок действия договора между ИП Илющенко и «Лесной сказкой» была оплачена сумма порядка 225 тысяч рублей. А как следовало из договора, представленного на прошлом судебном заседании, в течение года должна была поступить арендная плата в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Вновь в рамках судебного заседания обратились к схеме расположения объектов на спорном участке, и судья в очередной раз пыталась для себя определить, где и какие из них расположены. Определенную сложность локализации объектов вызвала прошедшая уже после передачи земли первоначального аренды разделение участка на три. В очередной раз юрист администрации Берска Оксана Ковтун пояснила, что целью аренды земли взятой компанией «Сибинвестстрой» и последующим предпринимателем Александром Илющенко было возведение капитального объекта «Набережная». А этого по факту нет. Плюс все объекты возведены на арендованные территории без проектов и разрешений со стороны администрации города. В суд сегодня была представлена распечатанная презентация Александра Илющенко в виде эскизного проекта, который он представлял на депутатских слушаниях у проекте «Застройки набережной» в 2013 году. Этот эскиз поддержал Совет депутатов и администрация. Вы просто взяли и построили объекты, которые даже не соответствуют утвержденной презентации, которая понравилась. Совершенно все по-другому. То есть на тот момент земля, пансионат лесной сказки, который находится в собственности, она непосредственно ограничилась с территорией. А как вы можете взять землю муниципальную и для пансионата лесная сказка построить объекты и еще их зарегистрировать как вспомогательные? Хорошо, мы обоснуем. Но вы мне не только обоснуйте, вы мне подтвердите вообще, на каком основании вы это сделали. В последующем Елена Маркина пояснила, что до момента заключения договора купли-продажи объектов, расположенных на спорном участке между СИБ «Инвестроем» и П. Илющенко, в 2015 году собственником пансионата лесная сказка был СИБ «Инвестрой». А значит, мог рассматривать в эскизе как арендованную землю под набережную, так и пансионат. На тот момент СИБ «Инвестрой» являлся собственником пансионата лесная сказка. И соответственно, на момент строительства этих объектов, уже СИБ «Инвестрой», имея целью создания этой единой рекреационной зоны, он и строил вот эти вот, и брал земельный участок в аренды. И осуществовал строительство. Да, поздно он строил. В завершении сегодняшнего заседания судья задала уже, наверное, риторический вопрос, как были возведены и рассматриваны в суде объекты без проектной документации. А также констатировала, что, скорее всего, будет назначена судебная экспертиза по имеющимся на этой территории объектах. Следующее судебное заседание назначено на 22 января 2024 года. Продолжение следует...